Сейчас игрок на МХ-13-90 займет позицию, за которого его будет материть большая часть команды. В общем, ребята, смотрите, будет очень интересный бой, а конец вообще непредсказуемый. То есть, вначале его будут материть, а что потом, увидите сами. Не буду дальше рассказывать спойлеры, потому что, надеюсь, все увидите сами. Сейчас будет крайне интересно. Наш герой приезжает на позицию на центре карты. Видим, что противники активно пробиваются к нам на фланг. Две ЛТшки вражеские просто потеряли всю свою наглость и заезжают, поджимаются вот здесь, справа к нашим пацанам. Этим самым они высвечивают проезжающих тяжей и ПТ-САУ, которые пытаются пробиться вот сюда на свои законные правые позиции. И дают возможность ПТшкам, заныкавшимся вот здесь на балкончике, отстреливаться на халяву по их засвету. Такое недопустимо, конечно. Наш герой пока держит стандартную позицию для ЛТ, пытается, так сказать, пересветить этот самый балкон. Так как мы видим, он попадает в круг его обзора. И дать своим танкам уже с балкона, со своего, отстреливаться вот сюда по ПТхам. Поэтому, в принципе, начало для легкого танка на этой карте вполне вообще полностью стандартное. То есть, большинство легких танков, каждый бой, кто-то в этой позиции находится. И если честно, играя на ПТ, я довольно часто даю сюда блайн и в конце боя обнаруживаю, что нанес как минимум один дамаг. В общем, счет у нас 1-1. Пока непонятно, какая из команд начнет дальше вести данный бой к победе. Но вот эта Т-54 облегченка, которая все еще не в ангаре, конечно, сильно портит ситуацию. Видим, что Ягу Е100 уже из-за нее довольно сильно потрепали. Скорее всего, это бабаха или, может быть, тоже вражеские артоводы, потому что она под оглушением. В общем, наш герой спокойно продолжает стоять на своей точке. Как я вам говорил в начале чуть позже, он займет более скандальную, так скажем, позицию. Как бы это странно ни звучало, но данная точка, которую он займет через несколько минут, вызовет настоящий скандал в чате. Почему? Очень скоро поймете. Видим, что союзный 49-й теряет терпение, надоело ему стоять в кустах, решает ворваться близко к вражеским эстехам и, возможно, дать какой-то засвет. Ну что ж, давайте пронаблюдаем, получится ли это у него сделать. Как минимум на миникарте видно, что его уже начинают расколупывать и, скорее всего, сейчас доколупают полностью. Но, тем не менее, какую-то пользу он приносит, потому что 12Т бачат, СТРВ-шка, 103Б подсвечиваются, артоводы спокойно по ним отрабатывают, и, скорее всего, все это идет по засвету именно 49-го. Дальше на центре начинается настоящий хаос. ФВ-4202 потеряла все свои, так сказать, навыки терпения и просто едет напролом. И, как мы видим, довольно неплохо это у нее получается. К тому же наш герой, находясь вот здесь в кустах, откровенно боится по ней стрелять, потому что сразу же после первого выстрела, скорее всего, он светится, а это значит, что вражеский балкон без проблем будет по нему отрабатывать. Поэтому вот так вот, уйдя без единого шота по наглой ФВ, вот такая вот, собственно, скажем, судьба легких танков, когда прямо перед тобой кладут, так сказать, вкусную еду, а ты не можешь к ней притронуться. Играя на ЛТ, иногда нужно иметь колоссальное терпение. Такая распространенная ошибка многих игроков в World of Tanks, что они вроде становятся вкусно на ЛТ, вроде дают засвет, но потом, когда появляется открыто вот халявный дамаг, то есть на их взгляд халявный, ну противник, который стоит бортом, по которому не стреляют союзники, ты вроде бы его высвечиваешь, и вот в эти моменты сдает терпение, многие ЛТ-воды начинают давать выстрелы, после этого засвечиваются и в большинстве случаев в ближайшие 10-15 секунд улетают в ангар. Видим, что вражеские ЛТ-хи совсем потеряли страх. Ру-251-я уже ворвалась прямо к нам на базу, и смотрите, насколько открыто, нагло приходится действовать нашему герою, чтобы ее отсюда выкурить, прямо врываться на нее и давать барабан в лоб, и даже добивать тараном, потому что если бы сейчас рушка не пошла на таран, это ее ошибка, потому что мы были в коды, и она могла намного больше дамага нанести нашему АМХ, просто разряжая один за одним снаряды и избегая вот этого столкновения. Но повезло, что она согласилась вот так вот закончить дуэль, и наш герой, наверное, этому должен быть рад. Дальше перезаряжаем барабан, откидываем один выстрел по СТБ-1, затем видим, что союзники, в принципе, его добрали. По миникарте ситуация такая, верхний СТ-фланг полностью проигран, вражеский бачат 25Т непонятно вообще, что там делает, у него, походу, все очень удачно складывается в этом сражении. Стоит отметить еще один момент, что наш герой играет на танке девятого уровня, если вы не заметили, хотя вы заметили, но все равно скажу про это, и в этом бою есть десятки, но есть и восьмерки, конечно. Он не в самом низу списка, но и не в топе тоже. Это отдельную сложность должно добавлять в данный бой. Ну как должно, это добавляет сложность в данный бой, потому что тягаться с тем же бачатом 25Т или избегать ваншота вражеской бабахи, я вам скажу, ребят, задача не из легких. Откидываемся по облегченке, счет уже 9-9, и наш герой снова в засвете. Несмотря на то, что мы на динамичном танке, не стоит все равно пренебрегать вражеской артиллерией. Она по-любому может подпортить бой. Возвращаемся на базу и оттягиваемся еще дальше, потому что врываться сейчас просто некогда. Поехать на верхний фланг и столкнуться один на один с бачатом 25Т, до которого еще и артоводы прикрывают, Такая себе мысль. Ехать на фланг тяжелых танков, где приехала откровенно мощнейшая бабаха, откровенно мощная ИСУ-152, ну тоже, я скажу вам, не лучшая идея. Можно, чтобы было сделать в данном бою. Как мы видим, сейчас секунду на секунду в чате начнется срач, потому что наш герой занимает самую дальнюю позицию и, казалось бы, не сильно помогает союзникам. Но, как мы уже рассмотрели, найти лазейку для прорыва просто негде. Можно было бы вот так, как я начертил сейчас на миникарте, по зеленой линии, попробовать просочиться на вражескую базу и здесь вырезать арту. Но вопрос, не вернется ли бабаха, не вернется ли тогда ИСУ-152 на защиту вот так. Или же бачат 25Т, который вообще непонятно где светился последний раз вот здесь, куда он дернул сюда, может быть, на центр, пока непонятно, он тоже может подтянуться и законтрить наш вот этот проезд. Поэтому наш герой логично стоит пока в кустах. Ну, я не уверен, что я прав, потому что в чате EL790 считает абсолютно по-другому. Я не буду озвучивать сообщения чата, вы можете их прочитать. Коротко скажу, что EL790 на данный момент недоволен игрой нашего героя на АМХ 1390 и всячески его хает в чате, так сказать, обзывая за то, что он вот в этой позиции стоит. Стоит отметить момент, что этот EL790 сам уже слился и давно в ангаре. Ну, не в ангаре, он еще в бою, но просто смотрит со стороны. В общем, пока этот срач происходит, давайте же посмотрим, что происходит на самом деле. Как я и говорил, прорыв по центру оказался бы сливным, потому что, как мы видим, пацаны, которые вот здесь по верху проехали, наткнулись на гигантскую толпу, на опять же этого бачата, который, как я и предполагал, вернулся назад на базу и принял деф, и плюс у него довольно много хп. Поэтому фактически, если бы наш герой вот так сейчас через центр вот так, или, я не знаю, вот так как-то поехал, то, скорее всего, он бы слился в числе этих союзников. А сейчас у нас ситуация 3 в 5, и, как мы видим, Яга Е100, которую там долбают сначала в бое, но ей все-таки как-то удается удерживаться в бою, все еще вместе с Т-28 прототипом пытаются продавить на вражескую базу, может быть, кого-то просветить, но и, как я уже, ребят, много раз говорил, на карте линия Маннергейма. Очень сложно вот здесь, с правой стороны, реально продавить, потому что тебя сразу встречают вот эти дальние прострельные позиции. Опять же, это тот же балкон, опять же, это позиции вот здесь, в низине холмов, которые спокойно могут от рельефа, от башен по вам отрабатывать. А чтобы доехать до базы, придется прям вот эту всю прямую пересечь, потому что здесь никаких моментов нету, все открыто, все простреливается. Той же артиллерии, которые, находясь в квадрате А8, А9, А0, в кустах в квадрате А0, вот эти имбовые ПТ-кусты, куда даже блайны часто я отписываю, в общем, они спокойно контрят все эти возможности проехать. И как мы видим в данном бою, это как никогда показано, все наши союзники, которые стремительно пытались продавить, в итоге слились. Что же делает наш герой? Он пользуется такой же имбовостью нижнего респа. В отличие от верхнего, где не так много кустов, но тем не менее, мне кажется, большей дистанции для халявного обстрела, то есть противникам нужно прям вот открытую дистанцию полноценно проехать. На нижнем она тоже есть, но из-за всяких вот этих горок небольших, из-за всяких вот этого, так сказать, ямочки, в которую можно упасть, это, так сказать, нивелируется. То есть противникам достаточно вот здесь проехать, упасть в яму, а потом из низа уже заезжать и вот здесь вот выглядывать, откидываться по кустам. Но, опять же, кусты здесь слишком крутые, потому что, ребята, реально, как мы видим, бачат 25Т прямо вплотную уже почти подъехал, прежде чем засветил нашего героя, в итоге мы его на этом ловим, получив всего один дамаг. Стоя здесь в кустах, даже артоводы, да что ж там говорить, даже крупные ПТ-САУ или тяжелые танки, могут находиться долго вне засвета. Это, конечно, никак не значит, что вам на тяжах нужно в начале боя ехать залазить в эти кусты. Нет, но если вы остаетесь в ситуации, когда противники откровенно выиграют и едут вас давить, с этой позиции я не раз встречал в рандоме, когда плотный деф выигрывает. Поэтому деф в данных кустах, если, конечно, он прикрывается танками вот в этих обязательно позициях, не дающих откровенно выезжать на вас и рашить, то он работает. Ладно, ребят, смотрим как раз-таки, как наш герой пользуется этим дефом. И пока, как мы видим, следите за чатом. Там интересное русло принимает этот скандал нашего героя с L790. Я хочу, ребят, пока вам быстро напомнить, что спонсор этого ролика у нас, ребята, с сайта крутого. Вот кит, где вы можете прямо сейчас себе забрать ежедневные 5000 голды. Да, там каждый день происходит розыгрыш 5000 золота, ребята. Прямо сейчас перейдите по ссылочке, которая находится в закрепленном комментарии к этому ролику. И обязательно участвуйте в этом крутом розыгрыше. Реально, каждый день 5000 золота разыгрывается на сайте. Также там крутые кейсы, на которые до конца месяца будет действовать бомбезная скидка 33%. И так как коробки уже закончились, можете поучаствовать в этой халяве и пооткрывать, поугадывать также разные призы, потому что, ну, действительно крутая штука. Ну и, собственно, еще хочу показать вам победителей нашего ежедневного розыгрыша золота или премиум танков. Вот они сейчас на экране. А в этом ролике, ребят, тоже будет розыгрыш золота или премиум танков. Для участия быстрее подпишитесь на канал, поставьте лайк обязательно этому ролику. Это очень важно. Также, ребята, очень важно прям максимально включить колокольчик в режиме все уведомления. Я вас всех прошу перепроверить, чтобы он именно вот в этом режиме стоял, как сейчас слева внизу экрана написано. Парни, правда, очень важная штука. Проверьте именно, чтобы так стоял. Ну и оставьте комментарии с игровым ником. И как мы видим, смотрите, что происходит в чате, что даже L790, который хайл нас весь бой, в конце пишут, что если наш герой добьет рту, он при всех извинится за все свои слова. Так ли это будет? Давайте смотреть дальше. Наш герой врывается на вражескую базу. Артиллерии пока не видно, но вот он долгожданный засвет. Прямо перед нами 212А. Начинаем сводиться. И смотрите, я замедлил, чтобы вы успели прочитать, что происходит в чате. Наш герой разряжает барабанно. Арта его даже не светит. Очень неудачно у нее позиция. Скорее всего, она не думала даже откуда будет выезжать 1390, потому что логичен был проезд через центры. Смотрите, и L790 извиняется и пишет, прости меня, я больше так не буду. Кросс. Это, конечно, финиш, как пишет наш герой, действительно так. Хейтер, который обсирал нашего героя весь бой, в итоге извинился. Ну, именно из-за этого, скорее всего, я взял данный ролик на канал. Ну и бой тоже красивый. Поэтому жмите лайк быстрее, ребят. Прямо сейчас два других видоса перед вами. Справа обалденный ролик. Зацените обязательно, блин, его. Пока.